Очень тяжелая игра. Витебск хороший соперник и счет 4-1 ни в коем случае не отражает то, что происходило на поле. Первый тайм, честно сказать, оставил вообще негативное впечатление. Мы очень много давали сопернику свободы в середине. То есть до гола игра была отвратительная. Гол как-то встряхнул команду. Хорошо забили, быстро второй. В втором тайме уже было гораздо получше. Но все равно очень тяжелая игра. И еще раз счет ни о чем не говорит. Что в перерыве сказали? Во-первых, указали на ошибки. Давали им разворачиваться и играть в острую передачу. Плюс отбор был не на должном уровне. То есть вот эти моменты мы подправили. Плюс подсказали, как начинать им атаку. И, в принципе, в втором тайме с большего команда справилась. Оказалось, что после третьего гола Витебск стал больше прессинговать. Завладел территориальным преимуществом. Это было осознанно? Ну, у любого футболиста в подсознании будет то, что счет 3-1. Как бы больше играем на удержание. Уже рассчитываем на контратак. Хотя такой конкретной установки не было в команде. Но это, я говорю, психология. Тут, как бы, ничего неизменимое. Есть ли в команде штатные пенальти? Сегодня два пенальти было ворота Витебска и два разных человека. Ну, во-первых, каждую игру я назначаю другого. Каждый другой человек исполняет пенальти. Сегодня, в принципе, Драпеза не должен был быть. Первый пенальти должен быть Реймонд. Но решили они так. Я ему сказал, что, в принципе, в хорошей команде, ну, я не считаю сейчас нашу команду плохой, но на более высоком уровне это, в принципе, штраф. А есть у вас игроки, которые, пул игроков, которые в этом компоненте лучше смотрят? Ну, пенальти такая вещь, что здесь кто как готов психологически в конкретный момент. Поэтому в пули они все хорошо на тренировке исполняют пенальти. Но игра это совсем другое. Очень довольны трудной победе. Настраивались, так сказать, можно на целую неделю. Тренера нас готовили, говорили, будет очень серьезная игра. Думаю, мы оставили положительные эмоции для болельщиков, как и для нас. И выиграли сегодня. Как соперник? Ну, как по той игре можно вспомнить, очень тяжкий соперник, так сказать. Много контроля. Не дают в основном играть. Ну, так сказать, можно готовились. Тренера нам немножко в целом что-то объясняли, рассказывали. Ну, как видите, подготовились, выиграли сегодня. Это очень хорошо. Первого круга какой сложнее был? Мне кажется, ну, это трудно сравнивать. Потому что в первом матче там немножко другие люди были. Тот же Юра Музыченко, который выступал за нас, сейчас выступал за них. Ну, тут сложно сравнить. Мне кажется, что там, что тут было очень трудно. Первый гол в пенальти как-то повлиял в целом на игру команды? Ну, мне кажется, это даже как-то дало нам, чтобы мы более успокоились, не волновались. И более уже, ну, 1-0 проиграли уже, чтобы было терять. Вот так. Как оценишь свою игру в следующий матч? Можно и лучше. Надо работать. Каждую неделю. Недельный цикл у нас есть. Надо работать и показывать в дальнейшем другие результаты. Спасибо. Спасибо.